Всем привет, ребят, с вами как всегда Вофил, и добро пожаловать на 14 эпизод из серии роликов, в который расскажут о том, как, а главное, почему различные баги и стратегии, которые используют спидраннеры, работают с точки зрения игрового кода. Сегодня мы с вами поговорим про подмиссию пожарного в GTA Vice City. Как вы знаете, вам необходимо пройти 12 уровней, и процесс обычно не занимает более 15 минут. Однако, одно неловкое движение, и вам придется начинать прохождение с самого начала. Существуют методы, которые ускоряют и упрощают процесс. Далее речь пойдет об одном из них. Плюсом данного трюка является то, что он работает на любой версии игры, независимо от консоли, на которой вы играете. Не знаю, существует ли какое-то официальное название у данного трюка, но по факту это прохождение под миссией пожарного при помощи меню покупки оружия в иммунации. Хозяйственные магазины, где вы можете купить различные инструменты, также работают. Ну а выглядит все это вот так. Мы просто перемещаемся по меню, и уровни сами себя проходят. Первым делом давайте я вам расскажу, а как этого вообще добиться. Все очень просто. Начинаем подмиссию полицейского и выходим из машины. Теперь у вас есть ровно минута, чтобы добраться до маркера амунации. Активируем его и ждем провала подмиссии. Теперь у нас вновь появляется возможность двигаться, однако мы заморожены на одном месте. Чтобы это исправить, нам нужно сохраниться. На ПК можно воспользоваться заранее подготовленным повтором, где вы подбираете иконку сохранения. Напомню, что она должна находиться в том же районе, где и амунация, иначе меню не откроется. Подробнее я про это рассказывал в другом видео, ссылочка есть в описании и сейчас на экране в подсказке. После сохранения у вас все еще не будет возможности перемещаться, однако достаточно лишь перезагрузить игру. И о чудо, меню никуда не исчезает, и мы можем двигаться. Если вы играете на мобильном устройстве, то вы можете просто активировать автосохранение. Запечатлеть это на ролике, к сожалению, не удалось, однако все, что нужно сделать на андроиде, это либо открыть панель быстрых настроек, это менюшка сверху, или же список открытых приложений, это нажатие на квадратик, если у вас управление через три кнопки. На iOS, думаю, что-нибудь подобное. Заметьте, тут даже подмиссия полицейского не нужна. Definitive Edition вообще сделает автосохранение за вас после провала Виджалента. Ну а что же делать настоящим геймерам, которые играют на PS2? Тут все немножко сложнее, вам нужно заранее подготовить байк и поставить его так, чтобы вы могли на него сразу сесть, как только вы выйдете из меню. Теперь ждем провала Виджалента, но помните, кнопка посадки на байк пересекается с кнопкой выхода из меню, поэтому прежде чем нажать на треугольник, мы зажимаем крестик и не отпускаем его до конца поездки. Это также позволит нам свободно поворачивать влево и вправо. Теперь нам нужно добраться до любой иконки сохранения. Так как мы постоянно держим газ, я советую не набирать большую скорость и регулировать ее при помощи ручника, потому что если вы упадете, то встать вы уже не сможете. После того, как вы добрались до иконки сохранения, вы отпускаете крестик и сразу же нажимаете на треугольник, чтобы слезть с байка и подобрать иконку. Итак, меню оружия у нас есть и мы можем двигаться. Что же дальше? Ну а теперь нужно просто добраться до пожарной машины. Я советую просто бежать. Будьте внимательны, не нажимайте ни влево, ни вправо, иначе вас телепортируют обратно в магазин и вы вновь потеряете возможность двигаться. Теперь вновь нажимаем вначале на клавишу покупки и сразу же на клавишу посадки в автомобиль. Теперь мы можем начинать подмиссию и перемещаться по меню влево и вправо. Насколько мне известно, данный метод мало используется в спидранах, потому что на компьютере люди очевидно используют версию с повторами, а на других версиях особняк версетти. Однако само по себе меню оружия используется довольно сильно в спидранах индивидуальных миссий, так как оно позволяет вам телепортируется через всю карту. И вот здесь уже можно было бы переходить к объяснению того, как это все работает, однако внимательный зритель заметил, что пожары тушатся не при любом переключении, а только тогда, когда мы переключаемся обратно на первое оружие в списке. И действительно, если я сейчас начну переключаться влево и вправо, пожары начинают тушиться намного быстрее. Прохождение подмиссии таким способом займет у вас около минуты, плюс время на получение меню, при этом у вас не будет возможности как-либо провалить подмиссию. Давайте посмотрим на то, как работает подмиссия пожарного, и начнем сразу с кусочка, отвечающего за поджог. Первым делом мы создаем машину, а затем мы ее поджигаем при помощи команды Start Car Fire, после чего мы создаем водителя, с повышением уровня создаем пассажиров, с еще большим повышением создаем дополнительные машины и так далее. После чего игра ждет, пока мы потушим какую-либо машину, и все это происходит в основном цикле, который называется Firetruck Mission Loop. Как вы можете догадаться, на высоких уровнях у нас может быть несколько горящих машин одновременно. И для того, чтобы не копировать кусочек кода проверки каждой этой машины, разработчики сделали отдельную функцию, в которую вы по факту передаете текущую машину, а эта функция вам говорит о том, что же с этой машиной происходит. Называется она DoFireOnCarBit. Давайте посмотрим, что в этой функции происходит. Переходим сюда и видим, что первым делом мы проверяем, а не уничтожена наша машина. Если же машина не уничтожена, то мы смотрим. А если огонь не потушен, not is scriptfire extinguished, то тогда этот кусочек кода просто машину чинит, чтобы она не взорвалась раньше времени. Если же мы машину потушили, то мы попадаем вот в этот кусочек, и здесь нам засчитывают потушенный огонь. То есть все довольно просто. Давайте же теперь посмотрим, что происходит с пассажирами. На самом деле здесь все то же самое. Существует отдельная функция, называется DoFireOnPetBit, и мы в нее также передаем каждого пассажира, и эта функция говорит о том, что же с этим пассажиром происходит. Ну, давайте смотреть. Первым делом вновь проверяется, а мертв ли он, и если нет, то если он уже вылез из машины, а напомню, что как только мы потушили машину, то все пассажиры из машины вылезают, то эти люди поджигаются при помощи команды StartCharFire. Ну, а затем, если они у нас уже бегают и они горят, то мы смотрим, если мы их потушили из ScriptFireExtinguished, то мы засчитываем потушенный пожар. Итого, все, что нам нужно понять, что у нас есть две команды на поджог, это StartCharFire для людей и StartCarFire для машин. А проверка того, что пожар был потушен, происходит при помощи одной и той же команды, иск ScriptFireExtinguished. Предлагаю теперь посмотреть на код работы амунации. У каждого магазина свой скрипт, но все они однотипны. Первым делом они создают объекты на стене, это само оружие, затем они создают самого продавца, но нас же интересует часть меню, поэтому, если мы находимся в маркере, и если некий DepadStateX равен нулю, пока не знаем, что это такое, то у нас отбирают управление, к нам лицом поворачивают продавца, камера переезжает на стену на самом меню, нас телепортируют в координаты маркера и замораживают в одной точке. Собственно говоря, именно поэтому мы не смогли убежать даже после того, как к нам вернулось управление. Далее, если этот DepadStateX не меняется с нуля, у нас есть цикл, где мы, видимо, можем купить оружие при нажатии на крестик. Конкретно в данном примере это пистолет. И отсюда мы можем предположить, что эта переменная просто отвечает за то оружие, на которое мы сейчас смотрим. В данном случае на оружие с индексом 0, то есть самое левое в меню. Мы можем проверить эту теорию, взглянув на CheckDepadState1. Если мы туда перейдем, мы увидим, что при нажатии налево переменная уменьшается на 1, при нажатии вправо переменная увеличивается на 1. Если мы дошли до одного из краев, мы просто переезжаем к противоположному краю. Таким образом, действительно, данная переменная показывает просто на порядковый номер оружия, на который мы сейчас смотрим, начиная с нуля. Далее, если мы нажимаем на треугольник, это кнопка выхода из меню, нас очевидно размораживают и нам же возвращают управление. Здесь вроде все понятно. А вот что нам было непонятно, так это то, почему пожары тушатся только при приключении на первое оружие. Здесь что-то не сходится. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем просто сравнить самое первое по счету оружие с нулевым индексом с каким-либо другим. Давайте немножко сдвину, чтобы было удобнее смотреть. И возьмем, например, следующее по списку оружие. Давайте взглянем, а какие команды есть здесь слева, которых нет справа. Первое внимание привлекает команда отключения управления, она есть только слева. Далее, поворот продавца лицом к нам тоже есть только слева. Махинации с камерой есть и там, и там, пусть и с небольшими различиями, но я не думаю, что эти различия как-то влияют на пожары. И, наконец, заморозка в одной позиции также есть только слева. Итого получаем всего три команды. При этом логично предположить, что поворот лицом вряд ли как-то тушит пожары, поэтому нам нужно обратить внимание лишь на две команды. Это setPlayerControl off и freezeCharPosition true. Переходим к ревиси. Напомню, что это реверс инжиниринг проект для GTA Vice City, который, к сожалению, в настоящее время переживает не лучшие дни. Однако сейчас не об этом. Находим команду startCarFire. Рядышком располагается команда startCharFire. Если вы их сравните, вы заметите, что они практически идентичные. В обеих командах вызывается функция startScriptFire, и на нее мы и хотим посмотреть. Здесь мы первым делом проверяем цель. Если вдруг цель, которую мы хотим поджечь, уже находится в огне, то мы этот огонь тушим, лишь для того, чтобы зажечь следующий. После чего мы вызываем функцию getNextFreeFire, которая, судя по названию, возвращает следующий свободный огонь. Что это значит? Проваливаемся внутрь, и здесь нас встречает цикл, который идет от 0 до numFires, то есть 0, 1, 2, 3 и так далее до некого numFires. Внутри цикла мы оперируем с элементами массива fires. Если в текущей ячейке огня нет, и если эта ячейка не занята скриптовым огнем, то мы возвращаем эту ячейку. Что это все значит? Мы понимаем, что существует некий глобальный массив для огней, и каждый раз, когда какой-то огонь создается, он попадает в этот массив. Всего в массиве может быть 40 огней. Хорошо. И эта функция просто ищет первую свободную ячейку, в которой еще нет никакого огня. После чего она ее возвращает, и мы в эту ячейку складываем все данные об огне, которые мы только что создали. Круто. Огни как создаются, мы поняли. А как же они тушатся? Но мы уже заметили, что есть некий метод extinguish. Однако, как видите, он вызывается на каком-то конкретном огне. Нам же, по идее, нужен такой метод, который будет вызываться на всех огнях. Мы можем предположить, что он будет выглядеть примерно вот так. То есть, так же будет цикл, который пройдет от нуля до всех огней. И здесь просто будет вызываться функция для тушения. Давайте попытаемся такой метод найти. Для этого мы возвращаемся к функции extinguish и жмем на shift плюс f12, чтобы увидеть все ее использования. Здесь у нас всего лишь 17 результатов, поэтому нам несложно потыкать на каждый из них, посмотреть, что они делают. Но можно воспользоваться логикой. Мы понимаем, что если будет цикл, то, скорее всего, мы увидим название массива и еще какую-то перемену, которую обычно люди используют в циклах. То есть, там i, j, k или что-то подобное. И действительно, такой элемент у нас есть. mifires с индексом i. Смотрим внутрь и попадаем в функцию extinguish point, в которой действительно есть цикл от нуля до numfires, который мы и искали. И если вдруг этот огонь сейчас активен, мы его тушим, но при каком-то условии. По названию функции понимаем, что тушим мы какую-то точку, координаты которой мы передаем при помощи первого аргумента point. И еще мы передаем некий аргумент range, который на самом деле является радиусом. То есть, по факту вы говорите, вот в этой точке я хочу потушить огонь с вот таким вот радиусом. И если вдруг какой-то огонь находится в этой сфере, то он будет потушен. Хорошо, но честно говоря, что-то не похоже на то, что мы искали, потому что мы знаем, что тушатся все огни. А здесь только тушится какая-то конкретная территория. Давайте посмотрим, может быть эта функция вызывается каким-то интересным образом. И действительно, один из вызовов имеет радиус 4000. Но много ли это или мало? Для ответа на этот вопрос предлагаю воспользоваться чудесным ресурсом, который называется ehgames.com.gta.map. Ссылочка будет в описании. Данная страничка позволяет вам выбрать карту из любой GTA и посмотреть что-то, приблизить, отдалить, включить зоны и много чего другого. Нас же сейчас интересует возможность рисования кружков. Поэтому давайте выберем раздел с кружками и нарисуем один вот на этом перекрестке. Предположим, что это та самая сфера, внутри которой все огни будут потушены. Однако, если вы посмотрите, радиус у моей сферы получился равен всего лишь 217 единицам. Мы же знаем, что радиус должен быть 4000. Жмем Enter и видим, что нам нужно явно немножечко отдалить. Мы понимаем, что сфера действительно получается просто огромной. И как бы я ее не двигал, где бы мы с вами не находились, мы понимаем, что все огни будут потушены на карте. Таким образом, dot-вызов явно тушит абсолютно все. Так что же это за функция такая? Ну давайте посмотрим. Мы с вами попадаем в MakePlayerSafe, причем с аргументом True. Мы с этой функцией уже встречались. Поэтому, если вы смотрели прошлые ролики, вы уже можете догадываться о том, какая же команда ее вызывает. Однако, если нет, то вновь Shift плюс F12. Выбираем аргумент True и попадаем в команду SetPlayerControl, причем с аргументом Off. То есть, когда у нас отбирают управление, игра заботится о том, чтобы наш игрок был в безопасности. И таким образом, она, помимо всего прочего, тушит абсолютно все пожары на карте. И теперь наша загадка решена, потому что мы вспоминаем, что это как раз таки та самая команда, которая была при переключении на первое оружие, но отсутствовала при переключении на любое другое. Последнее, что я не объяснил, то то, как мы получаем управление при провале под миссией. Но тут все совсем просто. В любой миссии в конце есть команда MissionHeadsFinished, и она вызывается независимо от того, прошли вы миссию или провалили ее. И здесь у нас только одна функция, MissionCleanUpProcess. Переходим, мотаем чуть ниже, и видим SeaWorldPlayersMakePlayersSafe с аргументом False. Заходим вовнутрь, переходим к ветке, отвечающей за аргумент False, и видим SetEnablePlayerControlsPlayerControlPlayerInfo. Вот и все. Ну что же, давайте подводить краткие итоги. Под миссию Виджилента можно провалить в любой точке, в том числе и вне машины, а это позволяет нам вернуть управление. К сожалению, двигаться мы все еще не сможем, так как заморожены на месте, и чтобы преодолеть это препятствие, нам нужно сохраниться. После перезагрузки управление возвращается полностью, а меню амунации никуда не исчезает. Это меню можно использовать по-разному. Спидранеры используют для мгновенной телепортации, коллекционеры уникальных машин для телепортации транспорта из стадиона. Мы же выяснили, что можно пройти под миссию пожарного. Пожары тушатся только при переключении на первое оружие. Игра отбирает нас управление и пытается защитить от всех невзгод, и поэтому тушат все на карте. Вы могли заметить, что в данном видео не было привычной секции, где я рассказал о том, как пофиксить проблему. Я думаю, что здесь допустимы различные подходы. В качестве челленджа я бы хотел слышать, как вы пофиксили бы данный баг. В кратких итогах я описал всю цепочку, приводящую к тушению пожаров. Какое звено ломать и как это делать, решать только вам. Пишите ваши идеи в комментариях, будет интересно почитать. Ну а на сегодня у меня все. Опрос за следующую тему уже открыт. Переходите по ссылке из закрепленного комментария и глазуйте за ту опцию, которая вам понравилась больше всего. Большое всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, поставьте ему лайк. А если вы не хотите пропустить следующий эпизод, подпишитесь на канал. С вами как всегда был Вофил. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok